На семь одноруких бандитов в регионе стало меньше. Полицейские вместе с сотрудниками Управления экономической безопасности закрыли подпольный игровой клуб в родниках. Задержали организатора нелегального бизнеса. Им оказался 35-летний мужчина. Его подельницы, две местные жительницы помогали с обслуживанием клуба. Теперь горе-предпринимателю грозит до четырех лет заключения и крупный штраф. Напомним, что по закону заниматься игорным бизнесом в России можно лишь в шести специально отведенных зонах.